Друзья, привет всем! С вами Ирокез и просто посмотрите на эту красавицу в другой части экрана. Если кто не знаком с этой мадемуазелью, то все решат, что это просто обычная девочка, которая играет в PUBG, там может быть делает сердечки, мимимишки. Но просто гляньте вот на это, дорогие мои друзья, и я думаю, что вопросы у вас отпадут. Да, знакомьтесь, это Айсу Майсу и это девочка, которая невероятно жестко играет в PUBG, которая, ну, чуть ли не на уровне Pro выносит действительно супер крутых игроков, да и в принципе показывает себя нереально жестко. Готовьте вкусняшки, приготовьтесь к ощущению чувства прекрасного, потому что сегодня нас ждет не только крутая игра, но и вот такая вот замечательная девочка. Погнали! Небольшое интервью. Скажите, это вы самый лучший игрок в PUBG? О, конечно, это я! А можете доказать? Без проблем! О, да, и правда. А почему вы такой веселый? О, это благодаря нашим друзьям, компания 1Х. Они во всем помогают и могут помочь вам, если вы шарите в спорте и киберспорте. Просто гляньте в захреб, там вы найдете промокод Ирокез, который вам даст до 6500 бонусом. Ну и сами по себе эти ребята очень надежные и самые быстрые крабитанцы. Тут нарезочка моментов под музычку в стиле сеньки и я вам скажу, что флексит она не хуже. Также очень часто играет в мясных локациях, начинает с них и мы видим только что отличный снайперский выстрел с 2Х прицела в буткемпе и еще один просто шикарнейший флик. Действительно очень высокий навык Аимов, все делает очень быстро, очень четко, очень качественно здесь. Казалось бы, уже отправка в лобби, но прекрасный спрей с 4Х прицела и ауга все разбирает. Вот тут очень неприятный момент, потому что во время лутания в нее начал стрелять человек и она просто как-то его заметила. Вы видели там парня? Я лично не видел. Я вообще не видел там соперника, но это была голова Савика. Великолепная граната, я уже отсюда вижу, что она попала, при том нокнула данного человека и при этом кидает еще одну сразу же для того, чтобы добить. И вот здесь, обратите внимание, знаете, там во всяких фильмах крутые парни на взрыв не смотрят. Видимо, крутые лейди тоже, потому что вообще не обращала внимания, куда там летит граната, взорвется ли этот чел. Ну и это, кстати, обратите внимание, соло против сквадов. Необычные соло паблики, здесь люди нокаются, то есть эта дама выбирает себе максимально сложный какой-то путь. И тут нокнул одного человека на лестнице, будет пытаться сейчас его прокинуть гранаткой. Там тип, по-моему, будет пытаться поднять своего друга. Это было глупо с его стороны. Здесь, опять же, пекание со снайперской винтовки. Кстати, обратите внимание на сетап SLR плюс М24. Необычная тема и идеальный хэдшот в стиле шарута, рекрента, еще каких-то типов по бегущему сопернику. Еще один такой же, то есть отлично знает упреждения у снайперских винтовок. Здесь что-то решило, видимо, поправить макияж, причесочку перед тем, как сделать красивый килл, потому что нужно будет потом, знаете, сфотографировала соперника, можно и сфотографироваться самой. Также обратите внимание, крауджампит, то есть делает вообще все мувы, которые только есть в этом пабге. И еще одна отличнейшая голова с коряка. Просто прекрасно. Вообще, со снайперских винтовок мы видим, что она играет постоянно. Видимо, это одно из ее любимых оружий, так как головы летят действительно качественно. Да, ДМРки, понятное дело, эффективнее, никто и не спорит, но когда вот залетает такое, это же куда приятнее, куда красивее. Отличная судьба с 6х прицела с АКМа, да остановите вы эту даму, что я бы на месте этих троих типов, скорее всего, бы их репортил. Тут даже мы видим, что есть камера на то, как она двигает мышкой. Видимо, тоже были вопросы, наверное, всякие умники в чате писали, «Не может женщина так зажимать, я вот сижу тут играю, а бы как?» Но нет, еще как может, дорогие мои друзья, и попавшись с ней на паблике, я думаю, что будет очень-очень весело. Кстати, обратите внимание, МК-14 с 1х прицелом на авторежиме. Тоже мы это сегодня еще увидим. Но перед этим еще несколько прекрасных шотов со снайперок. Ну вы просто, вы просто гляньте. Это же, ну это же супер круто. Еще одна голова, и еще больше. Дайте больше голов, больше хедшотов, богу, хедшотов. Еще будет и еще одна. Ну, просто пацаны, я думаю, вообще в шоке. Думают, что, сука, опять против рекрента попались на паблике. А нет, не против рекрента. Ну а сейчас, друзья, я прошу всех слабонервных закрыть глаза, отойти от экрана, потому что вы сейчас увидите просто максимальное унижение соперников. МК-14, 8х прицел, и давайте же посмотрим, что из этого выйдет. Вот тут вот она нокнула одного человека с помощью М24 и 15х. Вот тут сейчас находится тип. Он будет пытаться пробежать в смог. И да, это зажим с МК-шки в восьмерку с моментальным уничтожением врага. И еще один такой же зажим, и опять же нок. Так, здравствуйте, пацаны. Я никогда в жизни так не делал. Это суперкруто, и мне кажется, что еще один тип так же отлетит. Фрогман, это Фрогман? Я, может, что перепутал? Это точно лейди? Ну и кто-то может сказать, что это, мол, моментики, что в катках все совершенно иначе, и у каждого можно насобирать, наклепать такие вот видосы. Ну что ж, давайте посмотрим более-менее также смонтированную полную ее катку. Прыгнула на надхим, и просто настреливает по чувакам, которые находятся там, и просто два фрага, после чего она выходит, потому что, ну, уже, видимо, соперников здесь не осталось. Сетап М416 плюс СЛР замечает соперника перед собой, который просто пробегает. Как его не взорвало граната, я не понимаю, но тут даже решила немножечко поиздеваться, поиграть со своей добычей, скажем так. Так вот тут, обратите внимание, пекает, постоянно меняя позицию, выглядывая с коряка, но здесь как-то не залетело два шота, но при этом стреляет 6х прицела, отличный спрей, и опять же, чуть-чуть выглянула после этого в укрытие, и опять чуть-чуть выглянула и настреляла. Все суперграмотно, все максимально четко. Далее закроет тачку, которая просто проезжает мимо, но здесь чувак что-то как-то странно вообще ничего не предпринял, чтобы его не убили, просто взял и начал ехать с низкой скоростью. Ну, да ладно, бывает, может быть, он просто хотел познакомиться с Лэйди, хотел, знаете, подъехать на тачке, как крутой чувак, но дама, видите, оказалась незнакомящаяся. Здесь немного не попало по голове, но со второго раза все зашло более чем жестко. И вот тут, опять же, у нее в руках появилась МК-14, и мне кажется, что когда такое происходит, то можно просто левать, потому что действительно она с нее зажимает, при том зажимает очень-очень жестко. А я напоминаю, что МК-14 это самое сильное оружие в PUBG на авторежиме, его перестрелять невозможно ничем, вот вообще ничем. И когда вот так по вам спред, да, немножечко не залетело, но там просто у чела осталась вот такая писячка ХП, и он просто, он просто уходит, просто улетает. Здесь примерно такая же фигня, просто человек пытается выглянуть, получил одну пульку во голову, и до свидания. МК-шка таких вещей не прощает. Топ-3 аккуратно заглядывает и выходит в бочину с человеку, моментально сбривая его и отправляя в лобби, и остается один в один. Здесь сейчас будет, я думаю, такая же примерно разыгровка. Заметила человека, который просто лежит, сразу же меняет позицию, настреливает еще с другого угла, понимает, что немного задамажило, но при этом все равно все делает выверенно-размеренно и забирает 13 фраг. Разве это не красиво? По-моему, это шикарно. Ну и еще немного моментиков с буткемпа, и обратите внимание, здесь она играет в дуо с Сеней, тот самый Сеня, капитан команды Нави нынешний, и Сеня уже откис, а Лейди нет. Лейди здесь осталась и еще вынесет полбутика. Отлично настреляла, даже, по-моему, пару выстрелов не зарегала, потому что было супермного крови, и при этом непонятно, как человек жил так долго, но тем не менее слышит человека за спиной, и сейчас, мне кажется, будет что-то невообразимое. Нет, как-то выжидает, ждет, пока соперник выйдет на нее. Явно что-то слышит, но здесь из-за музыки непонятно. Тип выглядывал крайне четко, но в пиксель на спрейл. Очень отличный спрей-контроль, прям действительно крайне-крайне качественный, никуда не торопится, понимая, что здесь должен быть еще враг, и только что разобрала здесь всех. Сеня, стоит задуматься, может быть, этой Лейди вместо Нави? Ребят, напишите, что вы думаете в комментариях. Ну, там сейчас как раз-таки всякие перестановки, всякие темы, почему бы нет. Тут человек на него поругался вот сейчас за то, что она его убила. Нехорошо ругаться на мадьмуазелей. Надо... Ну, он просто не наш, не понимает по-русски, но так бы мы его поругали. Ну, и с чередой этих снайперских выстрелов, этих великолепных хедшотов и просто разносящихся голов, как она успела, тут еще человек не за стенкой разве помер, нужно поставить какую-то такую, знаете, идеальную, красивую и четкую точку, потому что после вот таких вот моментов уже кажется, что она в каждой катке так делает, и нужно что-то, ну, максимально экстравагантное, все-таки же дама, нужно что-то красивое и интересное, и мы это получим, дорогие мои друзья. Помимо вот таких вот, скажем так, ну, уже обычных хедшотов, хотя они действительно суперкрутые, нас ждет вот это. Да. Дорогие мои друзья, по мотоциклу, просто по человеку, который ехал на фулл скорости, идеальная точка. Ну что же, надеюсь, данное видео понравилось вам так же, как и мне. Лично я получил море положительных эмоций, смотря за такой прекрасной девушкой, которая так выносит чуваков, ну и, если честно, не хотел бы я оказаться с ней на одном паблике, потому что, ну, как бы придется ливать. Ну, а на этом, дорогие мои друзья, все. Всем вам огромнейшее спасибо за просмотр, счастья, удачи, здоровья, конечно же, всего вам самого наилучшего, и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.